Что ж, еще раз добрым утром, дорогие друзья! Вы на Первом Развлекательном, и мы продолжаем, и хотелось бы познакомить вас с интересной информацией, соответственно, с моим сегодняшним утренним гостем. Запасы влаги в почве на плантациях сельскохозяйственных культур истощаются. Местами они уже полностью ущерпаны. Это, по словам экспертов, прямой путь к сокращению урожая. По данным метеорологов, на глубине 20 сантиметров почва практически сухая. В критической засушливой зоне оказались населенные пункты Каменки, Каушан, Влаконежда и Кишинева. Былцатых, Страшеных и Бричаных слой влажной почвы составляет всего 4 миллиметра. Чуть лучше обстоят дела в Лево и в Корнешных. Чем грозит Молдове засуха? На эту тему мы решили поговорить с экспертом. Сегодня у нас в гостях Александр Слусарь, председатель Ассоциации сельхозпроизводителей Униагропротик. Доброе утро! Тема существенная, тема действительно насущная, важная, острая. В начале лета вы прогнозировали ситуацию. Что можно было сделать тогда и что не сделано было вовремя? За эти месяцы уже мало что можно было сделать, потому что к таким вещам готовиться заранее. Мы уже не один год говорим о том, что у нас неправильная политика управления водными ресурсами. Ирригационная система. Да, и вот, к сожалению, мы вновь... Как у нас получается? У нас бывает год засухи, и тогда все начинают бить в колокола, что на это неправильно. На другой год все нормально, идут дожди, и все забывают про эту тему. Но засухи становятся все чаще и чаще, и ситуация становится все сложнее и сложнее. А проблему с правильным управлением водными ресурсами так и не решается. А это стратегическая проблема. Нам нужна совершенно другая стратегия. Совершенно по другим параметрам нужно оценивать ситуацию. Конечно, за два этих месяца уже ничего нельзя было сделать. Эту стратегию надо внедрять. Она требует финансовых затрат определенных. Но единственное... Никакого промежутка времени, помимо затрат? Ну, это, в принципе, если есть политическая воля и правильные переговоры с донорами, мы за два года можем серьезно все поменять. Посмотрите тот же Израиль. У них осадков гораздо меньше, чем у нас. Там единственная река, там снега они вообще не видят. И, тем не менее, каждая капля воды у них аккумулируется. У них великолепно поставлена работа по аккумулированию всех дождевой влаги, какая у них идет. А у них в три раза меньше дождей, чем у нас. У них подземные воды очень правильно используются. И ни одна капля воды не пропадает. Там очень большое количество каналов, которые между собой связаны. И эти вот хранилища воды летом используются. И они в сельском хозяйстве, конечно, могут нам дать форму. Это очень хороший опыт. Я его изучал, неоднократно бывал в Израиле. Нам нужно примерно вот что-то такое. Плюс, конечно, с нашей спецификой делают совершенно другую стратегию. То, что у нас сейчас есть по управлению водными ресурсами, оно сделано в условиях советского периода, тогда, когда климат был совершенно другой. У нас сейчас такой климат, что засуха нас посещает раз в три года. Кто-то говорил, да, действительно, по одним источникам раз в три года обычная засуха, а раз в пять лет очень сильная засуха. Уже сейчас по-другому. Раз в три года сильная засуха. Раз в три года сильно засуха. То есть мы все медленно, но верно... Мы медленно, но уже двигаемся к зоне тропиков. К зоне тропиков. Что-то надо делать, уже бить в колокола, не просто что-то делать. Я вам сказал, что мы бьем в колокола в тот год, когда засуха, хватаем себя за все волосы, а потом на другой год идут дожди, и у нас как бы засухи нет. И потом снова вспоминаем через два года, и снова проблемы, и снова потери, и в первую очередь отдуваются фермеры за все это. И таким образом мы ко всем нашим общим проблемам, которые у нас есть в сельском хозяйстве, у нас большой ввоз и маленькая тележка этих проблем, при всей неправильной аграрной политике, мы сюда еще и добавляем вот эту вот климатическую проблему, которую мы никак не хотим ничего менять в наших повседневных действиях. И, к сожалению, это очень серьезно ухудшает положение фермеров, да и не только фермеров, потому что страдает и все население, страдают те, кто держит животных. Это отсутствие влаги, это отсутствие достаточно растительности на лугах, это отсутствие корма для животных, и это приводит к массовому забою скотов не только у сельхозпроизводителей, но и у простого сельского населения. Чем грозит Молдове засуху? Давайте уже о последствиях поговорим. Ну, я уже начал, в принципе, отвечать на этот вопрос. Основная угроза идет, конечно, сельхозпроизводителям, потому что и так год очень тяжелый был. В связи с девальвацией национальной валюты, в связи с этим финансовым кризисом, все подорожало на 30-40% для сельхозпроизводителей. Государство, в принципе, в этом году палец о палец не ударило, чтобы как-то компенсировать потери сельхозпроизводителей. То, что было обещано, не было выполнено. Да, что было, даже тот минимум, который был обещан, не выполнен до сих пор. Долги по субсидиям не выполнены, не выплачены за прошлый год, только на треть выплачены. Из 220 миллионов выплачено 77 миллионов. Это только за прошлый год. Поэтому ко всем этим прелестям общим добавилась сейчас еще и вот эта климатическая проблема. Она приведет к тому, что по определенным видам продукции недобор урожая по сравнению с прошлым годом будет меньше минимум на 50-60%. Я имею в виду подсолнечник, кукурузу, сою и свеклу. Если по пшенице мы как-то еще выкрутились, там потери не такие серьезные, то здесь будут очень серьезные потери. Это значит минус доходы. Плюс мы уже стали говорить о том, что недостаток кормов приведет к тому, что населению нечем будет кормить животных. Массовый забой скота. Мясо сначала сильно подешевеет, потому что все будут забивать скот и выбрасывать его. Люди останутся без... А скотина для крестьян это в условиях кризиса возможность как-то прожить. И если не будет кормов, надо будет продавать скотину. В общем, это ко всем нашим общим прелестям, которые есть. Мы говорили про общие проблемы в сельском хозяйстве, но у нас же есть и общие проблемы в стране. Это повышение тарифов сейчас на все, это подорожание жизни. Вот к этому еще и добавится специфика из-за засухи. Когда нужно будет продавать скотину, когда будет мало возможности сделать закрутки какие-то, потому что не хватает влаги поливать даже свои огороды у многих. И всякая вода в колодцах во многих селах. Ну, опять, мы возвращаемся к тому, что воды недостаточно, и никто ничего не делает, чтобы это изменить. В общем, это ухудшит социальную ситуацию в сельской местности преимущественно. Давайте так, после короткой паузы мы вернемся к этой насущной теме и все-таки попробуем найти выход из положения. Давайте с нами. Аграрии Молдовы требуют объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой. Из-за засухи в текущем году рожай кукурузы, сахарной свеклы, сои и подсолнечника будет вдвое меньше прошлогоднего. Ситуация критическая. Что делать в данной ситуации, как быть, когда действительно мы вспоминаем о том, что такой период в жизни нашей страны случается как минимум раз в три года, только тогда, когда это случается. Сегодня у меня в гостях Александр Слуцарь, председатель ассоциации сельхозпроизводителей Униагра Протик. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Ситуация критическая. Что делать? Кому обращаться? Минсельхоз, правительство? Ну, по-нормальному, вообще, конечно, в нормальных странах с более-менее нормальной экономикой, конечно, сейчас бы... Ну, как, во-первых, в этих странах страхуются от засухи. У нас и фермеры бедные, и страховой рынок не развит, поэтому такой катастрофический риск, как засуха, у нас не страхуется. Но даже и в других странах не очень идут страховые компании на массовое страхование от засухи. В этих условиях, конечно, на помощь приходит финансовое государство. Государство выплачивает определенные компенсации фермерам за потери климатического характера. Но вот чуть выше вы говорили, что наши фермеры не получили компенсацию за прошлый год. Ну, поэтому я и хотел сказать, вы опередили чуть-чуть меня. Я очень, к сожалению, прагматично вынужден подходить к ситуации. Экономика дышит на ладан, государство после этого банковского кризиса никак не может оправиться, и вряд ли оправится в ближайший год. Понятно, что мы на компенсации от государства, из прямых источников, внутренних источников не рассчитываем. Поэтому разумно было бы, конечно, обратиться к донорам и попросить поддержки, так как мы это делали в 2012 году. Донорская помощь, конечно, пришла с большим опозданием, примерно через 10 месяцев, но это лучше, чем ничего. По финансовому вопросу это единственное, что можно сейчас будет сделать. Но вы не зря цитировали наше предложение по поводу чрезвычайной ситуации. Когда государство не может напрямую помочь, оно помогает косвенно. Что такое объявление чрезвычайной ситуации? Это не значит, что мы введем комендантский час в Кишинево. Речь идет о чрезвычайной ситуации климатического характера в определенных районах из-за засухи. Объявление о этой чрезвычайной ситуации, в принципе, предусматривает наличие форс-мажорных обстоятельств. То есть государство официально объявляет для фермеров форс-мажорные обстоятельства. Что это дает фермерам? Что это дает фермерам? Фермеры имеют большие долги. По кредитам, перед поставщиками ресурсов, удобрений, солярки. Понятно, что в условиях засухи доходы сильно упадут и расплатиться будет нечем. В обычных условиях это банкротство, потому что поставщики будут требовать, фермеров ничего нету, суды примут, естественно, сторону поставщиков. В условиях чрезвычайной ситуации и форс-мажорных обстоятельств это легальный повод для фермеров, для того, чтобы заставить кредиторов рейшелонировать эти долги. То есть в случае чрезвычайной ситуации, если дойдет дело до судебного разбирательства, суд примет во внимание наличие чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных государством, и примет сторону сельхозпроизводителей и обяжет кредиторов рейшелонировать задолженные сельхозпроизводители перед ними. То есть это облегчит жизнь фермеров, потому что им дадут легальную возможность не зависеть от воли кредиторов, а легальную возможность рейшелонировать свои долги. Плюс к этому, конечно, у нас есть еще такой механизм, как получение сертификатов о чрезвычайной ситуации, о форс-мажорных обстоятельствах, которые у нас выдает торгово-промышленная палата. Есть регламент. Правда, к сожалению, в 2012 году торгово-промышленная палата отказывалась выдавать эти сертификаты. Вот хорошо бы, чтобы сейчас в 2015 году мы, опять же, на государственном уровне, учитывая, что торгово-промышленная палата является парагосударственным органом таким, Хорошо бы этот вопрос прозондировать. Если государство сможет ввести чрезвычайную ситуацию, тогда все вопросы снимаются. Если государство по каким-либо причинам не захочет вводить эту чрезвычайную ситуацию, то тогда обсудить с торгово-промышленной палатой возможность массовой выдачи этих сертификатов, подтверждающих наличие форс-мажорных обстоятельств. Выдача этих сертификатов будет иметь такие же последствия для фермеров, позволит им легально рейшелонировать свои долги. Вот Минсельхоз, да, республики, планируют создать специальную комиссию по изучению сложившейся ситуации, да, указать, то есть, чтобы обратилась в продовольствие сельскохозяйственную организацию ООН с просьбой направить в Молдову экспертов. Но когда эти эксперты прибудут к нам, и когда это, насколько это растянется... Это нужно очень делать быстро, потому что, я еще раз повторяю... Завтра может пойти дождь, ситуация улучшится, эксперты... Ситуация уже не улучшится, дожги уже не спасут ситуацию, они только могут улучшить положение отдела для посева о зимах, только вот это вот может уже улучшиться. А уже весенние, вернее, яровые культуры уже спасти невозможно. Можно немножко сминимизировать, немножко уменьшить потери. Так, я говорю сейчас, 50-60% если пойдет дождь, если дождь не пойдет, можем потерять 70% по сравнению с прошлым годом. Вот, то есть, нужно понимать, что дожди уже на ситуацию этого года существенно не повлияют. Эта комиссия должна работать очень быстро. То есть, в течение... Не так, что мы затянем до ноября месяца, когда уже большинство обанкротится. То есть, я согласен, что нужна эта комиссия, но ее уже нужно делать. Не говорить, что мы создадим комиссию и ждать еще месяц. А вот сказали, через три дня сделали. Проанализировали реальную ситуацию, к концу августа вышли уже с готовыми решениями. Объявляем чрезвычайную ситуацию, работаем с торгово-промышленной палатой. Делаем призыв к донору. Насколько быстро можно действительно легально объявить чрезвычайную ситуацию, когда ситуация налицо? Это как парламент только придет. Это прерогатива парламента. Как только парламент приходит из отпуска, он может это сделать. С точки зрения юридической, это легко сделать. Другой вопрос, что политическая воля. Ведь у нас же, у кого больше денег? Те кредиторы, о которых я говорил, которые поставляют соляку, удобрения, пестициды, банки, они же имеют более и больший вес, у них карманы толще, они имеют больший вес к депутатам. Понятно, что они будут торпедировать принятие этого решения, потому что тогда это для них определенная проблема. Их обязывают рейшер-авнировать долги. Сейчас они будут делать с фермерами все, что хотят. Если будет введено чрезвычайное положение климатического характера, тогда они будут обязаны это сделать. Они этого не хотят. Поэтому, я думаю, они будут, как и в 2012 году, мы тогда тоже делали такую попытку, в 2012 году, они будут лоббировать и делать все возможное, чтобы парламент не объявлял такую чрезвычайную ситуацию. А с технической точки зрения, это дело двух недель. Просто нужно, чтобы была политическая воля, нужно, чтобы министр сельского хозяйства ударил кулаком по столу, нужно, чтобы эта комиссия очень быстро проработала, нужно, чтобы этих экспертов мы быстрее обратились к ФАО и к Мировому банку, потому что по опыту 2012 года, я вам скажу, что тогда обратились в октябре месяце, а помощь пришла только в июле следующего года. Там еще очень бюрократическая процедура, международные все эти структуры. Надо понимать, что даже если нам окажут помощь... Зимой нам эксперты не нужны. Да, если нам окажут даже эту помощь, это будет уже в следующем году. Поэтому я бы лучше сейчас рассматривал возможность, что мы можем сделать быстро на внутреннем фронте. То есть объявить чрезвычайную ситуацию, рассмотреть вопрос торгово-промышленной палаты. Надо сделать все возможное и проявить политическую волю, чтобы спасти как можно большее количество фермеров. Если это политическая воля есть, конечно. Удюждать. Я знаю, что у вас есть еще какие-то новости, связанные с данной ситуацией. Это касается, скажем так, общей ситуации в сельском хозяйстве. К сожалению, я уже отметил, что в этом году ситуация очень значительно ухудшилась для сельхозпроизводителей из-за вот этой вот банковской аферы и повсеместного подорожания на 30-40% ресурсов и прекращения кредитования. И, к сожалению, в этом году государство ничего не сделало для того, чтобы исправить даже свои собственные ошибки. Потому что банковский кризис произошел во многом, как минимум, по недосмотру ответственных органов. И вот сейчас эти ответственные органы, вместо того, чтобы исправлять свои ошибки и помогать аграриям, они умывают руки и занимаются какими-то заклинаниями о том, что мы должны быть конкурентоспособными, мы должны переориентироваться на другие рынки. Уже достали эти разговоры. При условии, что происходит полное бездействие. И вот с последним криком, скажем так, последней каплей была вот эта ситуация с долгами по субсидиям. Люди ждут уже год. Долги за прошлый год по субсидированию. 221 миллион леев, из которых выплачено на сегодняшний день меньше трети. 77 миллионов. И вот в этих условиях уже в некоторых регионах сельхозпроизводители, в Каушанах сказали, что если до 20 августа эти долги не будут выплачены, они приедут в Кишинев и просто заблокируют Министерство финансов. Я бы хотел призвать Минфин очень серьезно отнестись к этой угрозе. Я думаю, что представители Минфина сегодня смотрят нашу программу и приняли на заметку. Ну что ж, хочу сказать, что сегодня у меня в гостях был Александр Слусарь, председатель ассоциации сельхозпроизводителей Уно Агропротект. Ну, мы благодарим вас за беседу и за разъяснение ситуации на сельхозрынке нашей страны. Мы двигаемся дальше. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...